Его работа сваривать конструкции, изделия и трубы из металла. Профессионализм представителей этой непростой специальности определяется по качеству сварного шва. Вот и сегодня на конкурсе профессионального мастерства правильно сварить шов одно из главных заданий практической части. Сварка трубы – это наша обычная, обыденная работа. Не каждый день, может, через день вот так, можно сказать, столкнуться с этой работой. Но каждый день подготовка, один день, второй день заварки. Я первый раз участвую, волнуюсь. Волнуются все участники фестиваля. У оператора по добыче нефти и газа комсомольского газового промысла Юрия Вишнева летели не искры, а ручьем струился пот. С чем столкнулся? С тем, что не смог быстро, скажем, перейти на другое задание. Не в связи с тем, что, не знаю, наверное, немножко переволновался. Потому что планировалось, что для всех участников будет одинаковое задание. Я не знаю, просто как предыдущие первые два выпуска были. Но у меня как бы получилось другое совершенно задание. На самом деле задания для всех участников одинаковые. Традиционно конкурс состоит из двух частей – теории и практики. В практической части каждый выполняет определенные поставленные задачи. Новации и творчество приветствуются. Волнуются, действительно, тут комиссия представительная, все свои СМИ еще увидели. Ребята, действительно, волнение есть, переживания. И это один момент. Второй момент – молодые специалисты. Видно, что, да, они более так ответственно к заданию относятся. Как, например, оператор по исследованию скважин губкинского газового промысла Руслан Гизатулин. По профессии молодой человек работает всего год, но уже знает тонкости своего дела. Имеются индивидуальные особенности. Даже на этом кусту он немножко отличается. Вот скважина, фонтанная арматура, приборы немножечко отличаются от тех, с которыми мы привыкли работать. Но все равно тип единый, стандарт единый. И, соответственно, под все кусты написаны техкарты технологические, в которых подробно описана последовательность действий и порядок действий. Порядок и последовательность действий должна быть и в работе слесаря по контрольно-измерительным приборам. Уж они точно знают в их работе. Ошибки недопустимы. 16 минут настраивали мы клапан-отсекатель, который поток газовый в агрегаты машин передает. Также соединен с центром сменного инженера, так сказать, где отображается положение открыт либо закрыт. Оценивали конкурсантов профессиональные эксперты. Учитывали не только скорость, но и соблюдение норм и правил на всех этапах проведения работ. Пристальное внимание к охране труда и технике безопасности. Это конкурс, собственно говоря, он развивается. Поэтому ребята учат нас чему-то, мы чему-то их учим. Ребята молодые, у них есть свои подходы, которые стоит принимать. И это радует, что у молодежи есть чему учиться. В этом году корпоративный фестиваль проходит шестой раз. В его рамках представлены 11 профессий. Машинисты технологических компрессоров, водители легкового автомобиля, автобуса, грузовика, машинисты автокрана, лаборанты химических лабораторий, электромонтеры по ремонту и эксплуатации электрооборудования, сварщики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, операторы по добыче нефти и газа и по исследованию скважин. Безусловно, глядя на наших участников, на их возраст, в первую очередь их профессиональные компетенции, это возможность, площадка, на которой можно показать свой профессиональный уровень, безусловно, поделиться им и пообщаться с коллегами, и почерпнуть, наверное, то, что, может быть, в повседневной жизни у каждого, ну, может быть, не получается, а, может быть, в чем-то необходимо доучиться. Организаторы считают, такие мероприятия способствуют профессиональному и личностному развитию сотрудников и, конечно, карьерному росту. А для компаний самореализация работников означает стабильный рост и развитие. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова